Сегодня на примере биткоина покажу вам, как я применяю горизонтальные объемы. Для того, чтобы включить этот индикатор, вам нужно сначала купить подписку. Насколько я помню, он до сих пор еще недоступен в бесплатной версии, поэтому вам нужна платная версия TradingQ. После того, как вы ее купите, здесь у вас появится профиль объема, и это то, что нам нужно. Объем, который интересует конкретно нас, это видимая область, и сегодня я про него расскажу. Сразу оговорюсь, что другими фиксированной диапазон объем за сессию, объем за сессию HD я не пользуюсь. То есть данные объемы, которые вы видите в TradingQ, конкретно для меня они абсолютно неудобные, плюс у меня есть Atas, у меня есть TigerTrade, и я все это смотрю там. То есть это обычный профиль рынка. Но видимая область в Atas и в TigerTrade, это называется гистограмма объема, мне там абсолютно не нравится, как это выглядит визуально. То есть на самом деле здесь TradingQ выигрывает, потому что с визуальной точки зрения это удобнее всего. А я использую горизонтальные объемы, вот именно видимую область, только для визуального определения блоков. Это то, о чем мы с вами поговорим. Итак, у нас сейчас на графике Bitcoin, и когда вы включаете этот индикатор, вы видите стандартный шаблон этого индикатора. Сейчас мы будем с вами настраивать его. Первое, что мы видим на графике, это вот эта красная линия и какие-то странные большие столбики. Начнем сначала. Вот начнем с этой красной линии. Красная линия называется Point of Control, то есть это максимальная точка проторгованного объема. Что показывает данный индикатор? В отличие от вертикального объема, вот если мы включим на графике обычный вертикальный объем, которым я не пользуюсь, и я считаю, что он ужасно интерпретирован на TradingQ, вот вертикальный объем показывает, один столбик объема равно одна проторгованная свеча. Сколько объема покупок и продаж проторговалось за одну свечу? Горизонтальный объем вам показывает, сколько было проторгованного объема за один ценовой уровень. Вы хотите посмотреть, сколько было проторгованного объема по уровню, например, 46 тысяч. И вот все, что вы видите на графике по цене 46 тысяч, это как раз будет отображаться в горизонтальном столбике объема. Сразу выключим эти объемы, потому что они нам не нужны в сегодняшнем примере. Очень важно здесь учитывать, что сколько графика вы загрузите на экран, столько объемов и будет считаться. Поэтому будьте внимательны, если вы захотите посмотреть блоки объема вот этого графика, но у вас еще здесь будет история за ним два года назад, то, конечно, он будет учитывать то, что здесь нарисовано. То есть если у вас будет вот такой вот кусочек графика, а вы хотите посмотреть только вот эти горизонтальные объемы, то есть сколько было проторговано вот в этом диапазоне, то не забывайте, что он будет смотреть и вот этот кусочек, и вот про этот кусочек тоже нужно не забыть. Поэтому учитывайте всегда на графике. Открывайте ту область, которая вам нужна, которая вас интересует. Начнем с вот этой вот красной линии. Она называется Point of Control, точка максимально проторгованного объема. Эта линия, то есть она прямая, вы можете ее сделать, пунктируем, мы потом посмотрим в настройках. Эта линия отражает сколько. Вот мы берем весь график, это 100%. И красная линия отображает, в какой части графика был проторгован максимальный объем. И со временем, для вас это только визуальная подсказка, потому что со временем это можно научиться видеть самому. То есть вы не видели ни разу, чтобы я использовала Point of Control, например, вот эту вот красную линию максимально проторгованного объема. Как она вообще определяется на глаз? Мы сейчас спрятали наш горизонтальный объем. Помните, индикатор показывает ровно столько, сколько у вас загружено на экране у вас. Сейчас, до того, как мы выключили, Point of Control был примерно вот на этом уровне. Помните, да, красная линия. Что это значит? Это значит, что взяли данные вот из этой точки, и вот из этой проторговки. Естественно, здесь было больше всего проторгованного объема, и поэтому красная линия проходила по вот этой ценовой категории. Если мы с вами уберем вот эту проторговку, то есть она нас не интересует, так как мы ее убрали, конечно же, мы не увидим ее на графике, то есть она не будет отображена в объемах. Подумайте сами, где будет находиться вот эта вот красная линия, то есть где будет находиться уровень максимально проторгованного объема. Он очень легко определяется. Он определяется там, где дольше стоит консолидация. Вот у вас зона, если даже разделить график, то что здесь у нас есть импульс, здесь у нас есть флэт, здесь есть еще импульс, и здесь такой небольшой кусочек флэта. Вот где мы больше всего стояли, значит там и будет показано Point of Control. И обычно она будет происходить, где проходить где-то вот так вот посередине проторговки. То есть если вы видите какой-то график, у вас здесь есть проторговка флэт, 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 мы вышли из этого флэта и пофлетили еще чуть-чуть. Вы включаете индикаторы, хотите посмотреть индикаторами на горизонтальных объемах, и хотите посмотреть, где было бы проторговано больше всего. Я вам и так на глаз скажу, что у вас вот эта красная линия, пока она будет проходить по нижней части графика. Просто потому что здесь проторговка заняла, например, 24 дня, а здесь 2 дня. Конечно, за 24 дня объемов было проторговано больше, чем за 2 дня. И если мы сейчас включим индикатор, помним, что линия будет проходить где-то вот в этой части графика. Если мы с вами включим индикатор, да, примерно здесь она и происходит. Как определяется именно в какой части флэта будет проходить Point of Control, где максимальное совпадение, то есть где была вот максимальный раз цена, максимальное количество раз цена, в какой области, там и будет проходить эта красная линия. Поэтому смотрите сами, нужна она вам или нет. Еще раз, я ее не пользуюсь. Многие трейдеры объясняют ее и используют как зону поддержки сопротивления, хотя мне кажется, что это абсолютно как-то нерабочий вариант. А зачем те варианты, которые просто красиво звучат, но при этом никак не работают. Для того, чтобы перейти в настройки этого индикатора, вам нужно нажать на вот эту шестеренку. То есть работа с этим индикатором идет в левой части графика. Надеюсь, что это видео будет видно. Значит, что нам здесь нужно? Нам не нужно здесь все. Я расскажу только о тех моментах, которыми я пользуюсь. Во-первых, число строк. Размещение строк. Конечно, нам нужно выбирать число строк. Размер строки. Что это за цифра 24? Это количество столбиков, которое будет отображаться у вас на графике. То есть это чисто визуальная настройка. Я использую от 100 до 150. То есть вот этот диапазон настроек. То есть от 100 строчек до 150. Так лучше всего все-таки видны зоны. Я видела, что кто-то использует 250. Ну, как по мне, то есть методом проб и ошибок от 100 до 150 потестируйте. Вот посмотрим 100. Видите, мы поменяли 100, и на графике сейчас уже блоки стали лучше видны. То есть нам именно нужны вот эти вот впадины. Сегодня мы будем разбирать их. Если мы посмотрим там 150, то строк стало еще больше. Поэтому просто потестируйте. Мы пока ставим 100, так как, то есть помните, да, чем меньше таймфрейм, тем логичнее, что больше строк будет удобнее. Там 150, если вы работаете на минутки, ставьте там 150-200. Я даже видела, некоторые ставят 240. А если мы с вами поставим 240, то вы увидите практически сплошной такой индикатор. Если вы работаете на очень маленьких таймфреймах, то, конечно, тогда это больше поможет. Объем вверх-вниз. Вверх-вниз это покупки и продажи. Видите, график визуально разделен на две части. Слева, это здесь, у вас будут находиться продажи, справа будут находиться покупки. И, возможно, вы где-то слышали о том, что кто-то сравнивает. Ну, вот видите, в этом диапазоне у нас было больше продаж, чем покупок. Это значит, что будет зона сопротивления. Если мы придем, то продавцы начнут защищать, например, свой уровень. Я считаю, что это абсолютно нелогично. Почему? Потому что, ну, вот смотрите, у вас есть здесь продажа. Но встать в шорт – это продажа. Закрыться по стоп-лоссу, именно закрыть лон по стоп-лоссу – это тоже продажа. То есть один и тот же ордер будет обозначать два абсолютно разных действия и две абсолютно разных силы. Смотреть на это нет никакого смысла, по крайней мере, по моему мнению. Помните, нас интересуют вот только вот эти впадины. Объем зоны стоимости. Если у вас график 100%, то вот эта цифра, то есть 70%, будет подсвечиваться более ярким цветом. Если мы, например, выберем там 10%, то вы увидите на графике, что подсвечивается конкретно 10% возле максимально проторгованной области. То есть вот здесь было проторговано максимальное количество объемов. Оставляйте 70%. Опять же, потестируйте с визуальными настройками. Я не вижу никакого смысла делать здесь зону проторговки поменьше, потому что, ну, я смотрю абсолютно другие данные. Идем в стиль. Значит, значение показывать вам точно это не нужно. Ширина процентов от треугольника вам тоже это не нужно. Расположение справа вы можете расположить, слева мне лично удобнее, когда это располагается справа. Тот же, я знаю, что в Атасе и в Тайгер Трейде это вообще постоянно слева. То есть там настолько неудобные и неуклюжие в Тайгер Трейде объемы горизонтальные, что я уже сказала, что больше всего мне нравится пользоваться этим в Трейдинг Кью. Мы оставим их справа. Up Volume. И что нам нужно здесь настроить? Только по цветам. Настраивайте те цвета, которые вам комфортны. Например, вы хотите здесь оставить голубой цвет. Именно Value Area это то, что подсвечивается. То есть, видите, оно будет более ярким цветом. А здесь оставите серый цвет. Серый, видите, плоховато видно. Но, по-моему, очень удачно, если мы выберем цвет потемнее. То есть тут уже на вкус и цвет. Это не принципиально. Вот это POC. Это как раз-таки в этих настройках можно эту линию убрать либо добавить на графике. И у вас осталось две настройки, которые я тоже никогда не использую. Динамическая точка контроль. То есть он показывает, в какой момент графика. Если здесь это проторговано общий объем, то здесь он показывает, в какой части был проторгован максимальный объем. Мне она никак не помогла. И динамическая зона стоимости. То есть если у вас на графике есть вот это вот Value Area, это 70% подсвечивается максимально 70% максимально проторгованного объема. То есть здесь вы просто будете видеть, как на графике кто-то использует это как зону сопротивления, а это как зону поддержки. Я это тоже абсолютно не использую и вам не советую. Теперь, как я использую данный индикатор. У нас таймфрейм 4 часа. Сразу скажу, что нет какого-то лучшего таймфрейма для использования этого индикатора. На каком работаете, на том и используете. То есть если для вас основной таймфрейм 1 час, то используйте на 1 час. Примерно логика такова. Я использую данный индикатор для определения зон поддержки и сопротивления. Если мы посмотрим на этот график, мы увидим вот такие впадины. То есть здесь есть 3 четкие такие впадины. Если мы возьмем с вами зону и проведем по самому минимуму и самому максимуму, вот, именно вот нам нужна самая глубокая впадина. То есть мы еще даже с вами не смотрим на график, что там. Вот наша впадина раз. Потом на графике я вижу вот такую неплохую впадину. Ну, совсем маленькую, но все же это работает. То есть вот самые-самые глубокие впадины их еще называют гэпами. Именно гэпы горизонтальных объемов. Поэтому тоже, чтобы не запутаться, будем и мы с вами называть это гэпами. И вот третья зона. А теперь проведем на графике эти зоны. Я поменяю цвет, чтобы было лучше видно. И посмотрим, что у нас получилось. В принципе, вы сейчас сами поймете, как я определяю эти зоны. выделили более ярким цветом. Смотрим. Раз. Два. И три. Как оказалось, эти зоны, именно гэпы, можно даже чуть-чуть ниже провести, буквально на одну долю ниже, чтобы закрыть, если мы уже берем максимальной точкой, то тогда лучше провести на одну долю ниже этот гэп. Эти гэпы на горизонтальных объемах очень хорошо выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Конечно, со временем вы научитесь строить самостоятельно такие зоны. То есть вам не нужны будут горизонтальные объемы для того, чтобы это видеть. Например, как делаю я. Я сначала строю зоны поддержки и сопротивления, а потом я включаю горизонтальные объемы и просто себя проверяю и корректирую. Где-то там лучше видно это на объеме, иногда лучше видно это на самом графике. Теперь, как это все работает. Вот эти зоны, которые более выпуклые, я называю лимитная плотность. Не знаю, есть ли такое название на самом деле, но будем называть это так. Для того, чтобы различать. Значит, вот эти лимитные плотности в то же время выступают зонами максимально проторгованного объема. Но тут очень важно еще раз вам напомнить, что вот эта лимитная плотность будет относиться ко всему графику. То есть вот сколько у вас загружено, столько лимитная область это и будет работать. Потому что если, например, понятно, что здесь вот даже чуть-чуть мы уберем. Понятно, что вот для этой части графика данная зона, как всегда обозначим, там зона R1, R2 и R3. Данная зона R3 будет очень хорошей рабочей точкой сопротивления. Почему? Потому что вот эта выпуклость на объемах отображает только то, что у нас есть на графике. Потому что по данному ценовому уровню здесь у нас нет ничего. Даже вот если мы спрячем, в принципе, плюс-минус одно и то же останется. Нужно только обратно. Поэтому, да, это будет рабочее. Но если, к примеру, вы думаете, что вот здесь зона R2, здесь у нас есть гэп на горизонтальных объемах, помните, что помимо вот этого кусочка графика также учитывается вот этот кусочек графика. И если вы хотите построить такие блоки только для последнего движения, тогда вы выбираете ту часть графика, которая вас интересует. То есть что вас интересует здесь? Вас интересует flat, импульс и вот этот flat. И уже тогда гэпы на горизонтальных объемах тоже поменяют свое положение. И нам нужно будет перерисовать. Поэтому помните, сначала, конечно, вы будете путаться и будете про это забывать, но со временем оно все как бы станет у вас на место. Это нехитрая тут схема, как строить блоки объемов. Опять же, берем вот эти вот максимальные впадины, называем их гэпами, протягиваем до графика. То есть здесь мы как раз-таки смотрим только на горизонтальные объемы, а потом уже на график. И еще один, где у нас есть небольшой блок, есть у нас блок еще небольшой. В этой точке. Соответственно, у нас есть зона R1, R2 и R3. Зоны сопротивления для графика построены. Существует мнение о том, что эти гэпы на горизонтальных объемах тоже имеют свойство закрываться. Я вам так скажу. По моим наблюдениям, если у вас график где-то, ну, если у вас, например, такая картинка, график, у вас есть проторговка, мы пришли, вот у нас есть импульс слева, мы пришли в проторговку, и, например, здесь у вас будут горизонтальные объемы. То есть здесь у вас будет хороший блок, вот была какая-то проторговка, и вы построили по горизонтальным объемам блок. Когда мы будем возвращаться на коррекцию, в 90% случаях из этой точки, именно из гэпа в горизонтальных объемах, у нас будет какой-никакой отскок. Непонятно, будет это разворот, или же это будет просто отскок, а после этого продолжение движения. Но тот факт, что здесь будет отскок, потому что здесь у нас будет какая-нибудь лимитная плотность на горизонтальных объемах, а здесь будет, мы же гэп с вами обозначаем, это хорошие точки для того, чтобы выставлять отложенные ордера, для того, чтобы заходить по рынку, например, в лонг. Проведем эксперимент. Вот у нас блоки построены согласно горизонтальным объемам, и откроем биржу Bybit, потому что это биржа Binance, а мы откроем биржу Bybit. И плюс-минус зоны сопротивления будут совпадать. Вот эти зоны сопротивления, R1, R3, здесь будет R1, здесь будет R2 сейчас, к примеру, а здесь будет R3. Зону R2 я не строила по горизонтальным объемам, я ее строила именно по уровню максимальных проторговок, но все равно она будет практически идеально совпадать с вот этим гэпом. И если у вас возникают сложности именно в построении блоков, в построении там зон поддержки и сопротивления, вы сомневаетесь, горизонтальные объемы и профиль рынка на начальном этапе вам в этом очень сильно помогут. Как теперь этим всем пользоваться? У вас цена, вы просто пользуетесь этими блоками, как зоны поддержки и сопротивления. Вы понимаете, что когда мы придем к зоне R3, мы вернулись уже на график Binance, когда мы придем к зоне R3, так как у нас здесь был блок, мы естественно в него зайдем. Но дальше мы упремся в какую-то лимитную плотность. Что такое лимитная плотность? Это просто уже более-менее хороший проторгованный объем. И мы упремся в нее, и это как раз таки область для нас будет хорошей точкой для того, чтобы войти в шорт. Потому что здесь может быть, в этой именно зоне, может сформироваться один из разворотных паттернов. К примеру, когда мы придем на R1, вот у нас, может, мы выйдем из этого треугольника вниз, поконсолидируемся здесь, вернемся, и эта зона все равно будет работать. Нам вот эта вот выпуклость и вот этот блок с гэпом напоминает, ребят, не забудьте, что в прошлый раз, когда мы были здесь, у нас был хороший проторгованный объем. И, возможно, здесь кто-то стоит в шорте и может свою позицию защищать. Нам об этом подскажет горизонтальный объем. Либо же зона сопротивления, которую мы построили, строго по горизонтальным объемам. Если мы перейдем на дневной таймфрейм, конечно, здесь уже блоки чуть-чуть поменяют свою визуализацию. То есть они изменят, именно гэпы на горизонтальных объемах, они изменят свое расположение. Потому что мы поменяли таймфрейм, разный таймфрейм, конечно, разный проторгованный объем. Но зоны, они все равно должны работать. А еще классно использовать горизонтальные объемы, если, например, вы на 30 минутках любите смотреть, вы там используете два таймфрейма. 30 минут и как старший таймфрейм один день. Вы построили, построили вот эти вот блоки горизонтальные по гэпам на 30 минутки, потом переходите на день. Да, здесь уже вид этих блоков самих изменился, вид гэпов изменился. Но вы помните, что эти блоки, эти зоны поддержки и сопротивления у вас с 30 минутки. Может быть, тогда будет более детальный разбор именно зон поддержек. Потому что на 30 минутках там, конечно, лучше будет это видно по горизонтальным объемам. То есть таким образом вы можете эти блоки миксовать между двумя таймфреймами. Либо, например, там на D1 одним цветом отмечать, на 30 минут отмечать другим цветом гэпы. И просто смотреть, где у вас плюс-минус совпадает. Я сейчас объясню, что я имею в виду на примере. Допустим, у вас по D1 вот такой вот гэп вы нарисовали, а на 30-минутном у вас получился вот такой гэп, чуть меньше, к примеру. И мы его обозначим обязательно другим цветом. Что вы можете сделать? Вы можете просто эти два таймфрейма объединить и построить один блок, который будет актуален и для старшего, и для младшего таймфрейма. То есть вы смотрите какую-то область, где, например, совпадает у вас наибольшее количество проторгованного объема, строите такую зону поддержки либо сопротивления, а все, что просто лишнее, вы удаляете. И вот у вас получился такой неплохой микс между 30-минутным таймфреймом и одним днем. Как пример. Тоже подумайте, возможно, вам это как-то поможет в торговле. Что мы имеем сейчас на графике? То есть я использую это не как горизонтальные объемы, как стратегия, а как часть моей стратегии. Потому что сейчас у меня есть точка перехая. Про точки перехая я помню, я сниму про это отдельное видео уже в следующем ролике. Сейчас я построила по графику. Вот эта точка перехая, я вам говорила уже очень много раз, что она для меня важна, цена к ней вернулась. И вы можете заметить, что плюс-минус на дневном таймфрейме совпадает здесь с гэпом. Что будет происходить сейчас на графике? Что будет происходить сейчас с биткоином, на мой взгляд? Если на D1 смотреть, у нас формируется какой-то симметричный треугольник. Как правило, если это все идет без откатов, то мы из этого треугольника выходим вниз, и нас встречает первая поддержка в районе 30 тысяч. Она все еще рабочая, и более того, что мы можем от этой поддержки отбиться. Что происходит, если мы не отбиваемся от этой поддержки? Пока мы смотрим выход из треугольника вниз, именно по продолжению тренда. Нам нужна какая-то еще ниже поддержка, за что зацепиться. Потому что многие трейдеры говорят, мы скорее всего пойдем на 20 тысяч, потому что между 20 тысячами и 30 тысячами нет никакой поддержки. Но если мы с вами посмотрим на блок, и отметим его другим цветом, остановимся на голубом цвете, если мы отметим гэп на горизонтальных объемах, то вот у нас следующая зона, куда придет цена, и где вероятнее всего она оттолкнется. Вы увидите, она оттолкнется. Откуда это взялось? Вот эта маленькая проторговочка. Если вам показалась она незначительной, то профиль рынка вам показал, что нет, ребята, она имеет место быть. И поконсолидировавшись здесь, не найдя какого-то себе покупателя, не найдя поддержку, мы ее пробиваем, а это уже очень сильная поддержка, мы ее пробиваем, и следующей остановкой у нас будет зона 22600. Ну, это по графику Binance. То есть вот эта зона, куда мы остановимся, и где искать разворотные паттерны. Также эти зоны горизонтальных объемов вам показывают, где искать разворотные паттерны. Не просто где-то вот здесь на графиках, а то, что с большей долей вероятности мы развернемся в этой части, чем где-то просто там на графике, где вам кажется хорошее место развернуться. Вот как раз-таки тут мы можем нарисовать какую-то еще поддержку. У нас нарисуется здесь что-то в виде канала, чем не глубокая коррекция. Для меня такой сейчас вот сценарий именно графика, это самый допустимый сценарий, что мы все-таки приходим тестировать, потому что, ну дайте, я терпеть не могу эти симметричные треугольники, но что я могу поделать, если они постоянно в таких моментах появляются, и они очень хорошо собирают такие треугольники ликвидность, потому что люди заходят и как в шорт, так и в лонг. Если не сейчас не будет этого варианта, который я только что показала, наше первое сопротивление – это зона R3. Зона R3 – это где мы ищем либо разворотный паттерн, либо паттерн продолжения отката, именно там продолжения движения вверх. Вот так в одном из видео я тоже говорила, что может быть такой вариант, после чего мы просто выходим и используем уже вот эти вот блоки, возможно, как зоны фиксации. Эта зона сопротивления, она будет на данный момент самая сильная. Вот такой сегодня обзор. В конце я бы очень хотела вас предупредить о том, что эти объемы, этот индикатор смотрится в моменте. Он не работает в истории. То есть если, например, у вас нет вот этих блоков, а вы хотите… Смотрите, вот этих блоков, их просто нет у вас, и у вас, например, часть графика проторговалась, то, конечно, здесь тоже картинка изменится. И он уже будет учитывать и вот эту проторгованную часть графика тоже. А вы скажете, нет, ну, здесь картинка изменится, и вы скажете, нет, ну, тут же понятно, это же была зона сопротивления. Это так не работает, поэтому этот индикатор смотрится в моменте. На истории эти гэпы на объемах посмотреть просто невозможно. Вот такое сегодня видео, поставьте лайк, если оно вам понравилось, смотрите в телеграме более подробный обзор биткоина, подписывайтесь на мой канал. У меня появилась на канале новая функция, функция спонсорства, вы можете найти кнопку спонсировать под этим видео и посмотреть там будет ролик о том, что входит в каждый уровень спонсорства. Буду рада всех вас видеть, всем удачи, до следующего видео.